Оценка регулирующего воздействия Ничто более чем прямая реакция граждан, бизнеса, предпринимателей на те нормативные акты, которые принимаются в Вологодской области, в любых других субъектах на уровне правительства Российской Федерации Вот именно никто больше, чем самим предпринимателем, тем та среда, на которую направлен этот нормативно-правовый акт, не оценит, какое же все-таки воздействие этот нормативно-правовый акт несет Поэтому вот этот механизм такой проводимой оценки, это по большому счету попытка понять, насколько этот нормативно-правовый акт будет полезен и насколько он вообще эффективен и будет действием Оценка такого воздействия, она имеет первостепенное значение на качество тех нормативно-правовых документов, которые на сегодняшний день принимаются И то, что это спущено на уровень субъектов, на мой взгляд, абсолютно правильно, потому что никто, кроме субъектов, Светлана Анатольевна сегодня говорила о том, что очень хорошо, что это решается на муниципальном уровне Никто из тех, кто находится в прикосновении с бизнесом, ближе, чем муниципальная власть, региональная власть, эту проблему не воспринимают как проблему свою собственную Потому что для нас, наш бизнес, это наше дитя, которое, ну, по сути дела, создает для нас комфортные условия существования Нашим гражданам, проживающим, будь то сфера услуг, будь то сфера предпринимательства, будь то сфера транспорта То есть любая сфера деятельности, которую можно на сегодняшний день рассматривать, без понимания того, как воздействует нормативно-правовый акт на эту сферу, невозможно Почему Вологодская область? Наверное, потому что у нас одна из самых богатых историй Мы уже 7 лет занимаемся этой деятельностью Более полутора тысяч нормативно-правовых актов прошло оценку регулирующего воздействия И на сегодняшний день у нас очень отлаженный механизм восприятия того мнения, которое возникает со стороны предпринимательского сообщества То есть ни одно замечание, которое нам высказывает в процессе оценки регулирующего воздействия, для нас не является замечанием, которое ложится на полку Практически все замечания находят свое применение в конечном нормативно-правовом акте Вологодская область уже в третий раз принимает регионы России на площадке методологической формы ОРВ В этом году более 10 субъектов Российской Федерации посещают Вологодскую область Наша задача обсудить итоги 2017 года, потому что 2017 год прошел под эгидой внедрения оценки регулирующего воздействия на муниципальном уровне Это весьма важная веха, потому что мы можем более интенсивно взаимодействовать с предпринимателями, в том числе на местном уровне И если говорить об итогах для Вологодской области, то здесь надо сказать, что в 2017 году мы подготовили и в 2018 году стартует новый портал правовой информации Где одним из ключевых разделов становится блок, посвященный оценке регулирующего воздействия, что это дает для предпринимателя Но в первую очередь это простой, доступный заход на самую открытую на сегодняшний день процедуру оценки регулирующего воздействия По сути каждого лакжанин может принять отныне свободное участие, дать свои рекомендации, замечания к принятым нормативно правым актам Которые влияют на предмет оценки регулирующего воздействия, в частности это права, обязанности со стороны предпринимателей Потенциальные издержки, которые могут нести наши предприниматели Все муниципалитеты сегодня с 2017 года вовлечены в процедуру оценки регулирующего воздействия Но среди наших 28 муниципальных образований мы можем найти и выявить лидеров Сегодня надо отметить, что одним из ключевых лидирующих позиций занимает у нас Никольский район, город Вологда, Чеоповец, Грязовецкий район Именно они формируют сегодня лучшую практику оценки регулирующего воздействия на муниципальном уровне Третий год подряд Вологодская область принимает в себя такое мероприятие И здесь, на этом мероприятии, представители регионов могут обменяться опытом Своими какими-то позитивными практиками по подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия И тем самым повысив качество работы по ОРВ в своем регионе в последующем Поскольку будут применять тот опыт, которым поделятся с ними коллеги в рамках сегодняшней площадки Оценка регулирующего воздействия процедура в Российской Федерации относительно молодая В этом году ей исполнилось 8 лет И 4 из этих 8 лет она проводится в субъектах Российской Федерации Оценка регулирующего воздействия направлена на выявление в проектируемом регулировании каких-то необоснованных издержек для предпринимателей То есть позволяет сделать наше правовое поле более чистым и менее затратным для представителей бизнеса